Здарова, дружище! Продолжаем с тобой смотреть Доктора Стоуна за 40 минут, но за 20 минут, потому что у нас не 40, а 20, и... да. Ты-то какого хрена участвуешь? Мы подстраиваемся так, чтобы к концу состязания уставший магм... Ссылочка на первую часть в описании, если что. Скин-ро. Первый бой Кин-ро против магмы. Так, ладно, не садь, пацан, у нас есть допинг из местных подорожников. Идиот, нахрен это ингредиенты съел! Я принесу ещё. Нееееее... Пацаны, ЧП! Суйка пошла собирать подорожники и утонул! Интересно, как-то ты узнал, что она пошла именно за подорожниками, а? Сынку, я должна. Ты ведь понимаешь, что он врет. А вдруг не врет? Мда... Если Кахаку не вернётся к её очереди, то вылетит из турнира. Хорошая работа, Монти! Без базара, братан! Теперь никто не сможет мне помешать. Бой! Этот мелкий меня привезу! Чуваки, и дрова у меня! Могма отошёл от него! Блядь, где он? Блядь, где он? Кинро... Щурится... Мя! Придурок, я здесь! Кинро! Кинро, лови! Кинро, лови! Е-е-е-е-е-е-е! Е-е-е-е-е-е-е! Моя очередь! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! Братан, а ты не против правил, что я маску надел? Нет, братан. Вот только ты зря на магму забил. БААААААААМ! Вот же звука. Я не младу чем... Второй бой! Кинро, ты чмо! Хром против Мантии. Если Кахаку не успеет до следующего раунда, она вылетит. Невероятная битка. Паркур, мааркур, движение, она уже здесь! Мантия! Проигрывай. Ой, моя спина! Третий бой. Чё-то я не вижу Кахаку. Так как Кахаку здесь нет, победа присуждается... Да здесь я бля... Присуждается Сэнку! Ну что ж, теперь остается надеяться только на... Гинру, ну ты уж давай там как-нибудь, а? Я... Гинру... Те ингредиенты наградили меня силой... Силой ведра подорожников! Я чё, зря их всё это время ел, что ли? Бой! Нихуя! Неужели те листья такие сильные? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Сука! Это выражение лица! Не, не листья! Сила самовнушения, братан! Ах ты! И это ты называешь ударами? Я попкапал, тебе как надо бить! Что с ним? Полуфинал. Магма против Хрома. Бой! Ах ты мелкий! Что за... Я помню, как сынку поджигал линзой хворост. Я подожгу магму! Не подожжёшь ты магму! Моя линза была бы... Блять, гениальный вопрос. Стоять и ждать, пока он подгорит. Дуглая, они богнуты, как у арбу... Погоди-ка. Так ты так долил пот и слёзы на линзу. И сколько ему так придётся стоять? О, Генка-то живой? Так, ладно. Умею посчитать довольно трудно, но я попробую. Диаметр линзы 5 сантиметров. Солнечное постоянное 1367 ватт на квадратный метр. То есть, коэффициент теплопередачи будет равен 2,6821. Самая предметная водиваника в истории, анимай. А также интенсивный свет в 900 килограмм на кубический метр. Войдет 60 секунд. О, 60 секунд, значит. Окей. Эй, магма! Я ожил благодаря магии! Как? Я же тогда... Смотри, сейчас будет магическое заклинание. Называется от соси! Теперь, если ты сдвинешься, у тебя будет инсульт уха! Эй, магия против правил! Только из нее это и правда произойдёт. А что, если он плевует? Минута. Пошла. О, поджег штанов! Мы договорились, не дюй! Минута! Прошла! Пиздец, погорел парень. Победил Хром. У нашей команды больше нет соперников. Ладно, я пойду. Вернусь, когда ты окончательно захватишь деревню. Давай. Рури, ты ведь хочешь жениться на Хроме? Ладно, сейчас мы всё подстроим, что будет именно так. Да нет, я выйду за любого, кто победит в турнире. Так, стоп. Чё, правда? Она просто не могла ответить по-другому. Полуфинал. Сценку против Гинро. Бой! Эй, Гинро, ты чё делаешь? Такую шанс упадает раз в жизни, братан! Ты знаешь, что делать. Ну, раз другого выхода нет. Не-не-не, я не дам использовать тебе твою на... А-а-а-а-а! А-а-а-а! Всё, я понял, я понял. Ладно, давай, вставай. Если чё, потом, чё за хуйня? Потом... Главой дерев... Он, походу, шпукнулся. Видно от радости, что мы сможем вылечить Леру. Погоди-ка! Так, типа... Он же последний. Главой деревни мужем жрица становится Сэнку. То есть я стану главой только когда возьму Рури в жены? Лады, я не против. Ну-ка, стоять, Сэнку, ты кто вообще такой? Я не позволю чужаку стать главой деревни, чё отбывший глава слишком много возникает, и вообще тащите до вину, отвечать будем. Да, Рури уж совсем по швам пошла. Ну ладно, спирт у нас теперь навалом, нужно доделать антибиотик. Не-не-не-не, никуда ты не пойдёшь, по традиции мы будем бухать всю ночь. Вот значит как. Ну ладно, тогда я развожусь. Хе-хе-хе, вперёд антибиотикам! А-а-а, разве можно разойтись? РУДОПОДЁМ! Ладно, вернёмся к нашим баранам. Из дёгтя хлористоводородной кислоты и уксусно-этилового эфира получаем... Бля, я тупо умнею от просмотра этого аниме. Знаешь, смотришь аниме, чтобы подеградировать, и в результате понимаешь, как создать пенициллин. Он такой, да... Анилин, чё это за карусель? Да... Да, ну-на! Сэй, а зачем тебе газированная вода? А-а-а-а! Чё у вас тут произошло? Анилин взорвался. Так, а зачем тебе газировка? Я, конечно, могу объяснить, но ты об этом пожалеешь. Э-э-э-э... После обработки дёгтя хлористоводородной кислотой и уксусно-этиловым эфиром я получил анилин. Затем из уксуса и ракуша при помощи сернистой кислоты я взял кристаллическую уксусную... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! В общем, я заебался. Вот вам порошок. Засыпаем. Эх, а это, да. Кадр конечно, то, что вот предыдущий. Такое аним�шное. Просто такое аним Personally这ур applause Э-э.. Э-э этого он для меня... Газируagner Я когда смотрел я орнул с этого. Эх, шанс бы колой. А я кстати делал колы сам. Так- скажу что-нибудь прикольное. Иокий. Судя по всему у него в легких жидкость. На всей поверхности легких воспаление, то есть бактериальная инфекция, которая поражает и мышей. СЈнку! Рую! Она... Это началось после того препарата. Ценку? Это ты виноват! Ты прав. Что? Я так и знал! Под действием препарата бактерии увеличили активность. Это отличительная черта пневмококка. То есть у неё... Пневмония. А наше лекарство гарантированно уничтожит её. Нам надо просто дать побольше... Ёбуда, что ли! Я верю в науку. Ни хуя. Так, пацаны, с сегодняшнего дня этот чел с прической зелёного лука становится главой деревни Шигами! Эта деревня называется... Ишигами? Да, братан. С самого начала я знал, что тебя зовут... Сэнку Ишигами. Эээ... А, ну тогда всё понятно. Что ты понял? Поселение людей в Японии с неяпонской внешностью, при том, что всех людей на планете замуровало. Сэнку! Я докажу тебе, что я тоже не пальцем деланный! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вашу деревню основал мой отец. Ой, здрасте, давайте знакомиться. Вот этот вот наш певец, ёбна, она из Америки. Вот этот Шамиль, он из России. Да даром привет оставим соболез... Это Шамиль вообще не похож на россииянина. А сам я из Японии, звать Бьяко. Ну, у нас тут ещё три чувака, но они уж совсем не интересные. И, слышь... П-пацаны, гляньте на землю. Да, кстати, там же не рассказано, о чём произошло. Так, подождите, дай-ка посмотрим на прямые трансляции. Эээ... Ш-что за... Надо было ждать помощи! Нет, надо лететь на землю! Ладно. Получается, они спаслись, потому что были не на земле. И спустя тысячи лет их потомки живут здесь. В последнем предании, которое передавалось из поколения в поколение, говорилось, что... Всем нам нужно будет перебраться в Японию, где нас будет ждать какой-то сценку. Сценку, слышь, я оставил тебе помощников. Сделаешь из этих абориген нормальных пацанчиков, да? Вот же говнюк, а! Так шо ж такое? Чё они постоянно туда присылают какие-то смски? Не-не-не-не, мне ещё нужно кое-что рассказать. Ну и... Ничего не надо. Как там у цукасы? Они уже идут сюда. Ген, ты же не видел труп сценку, да? Ну... Мы идём искать. Гинро, быстрее дуй в деревню, предупреди всех. А? Что? Окей, понял, принял без проблем. Кажись, я нос сломал. Ты себе мозги сломал, разрешил копейщика на мосту бить. Дай-ка я. Гинро, обрубай мост! Я не могу! Последний запас пороха. Магбус, запусти этот камушек, пожалуйста, вон в ту сторону. Да с какого перепу... Ты ведь деревня отобрать хочешь, да? Завтра её уже может не быть. Мммм... Давай, заряжай! Отступаем! У них есть пушки! Так, значит, ты тот... Да, да, я тут... Бля, мне нравится, как он всё равно показывая это вот всё, всё равно умудряется донести конкретно, что там происходило. То есть я смотрел всю анимку, и это всё, что самое важное там происходило, действительно. Он практически даже не удалил ничего. При этом он сколько там, 12-15 серий, я не помню сколько там, вместил в расстояние двух серий. Сама ещё у нас есть 20 тысяч пушек. Так, Цукаси, передай. Окей. Нет, Гинро умер! Я ещё жив, дебил. Аня, Ольгинечка, Феринечка. Мне уже лучше. Что?! Да он же просто терпит! Не стоит так перенапрягаться, Гинро. Мы будем знать, когда они нападут. Лучше нападать на них в грозу, чтобы у них пушки промокли. О, классная идея, братан. Конченая идея, это ведь так очевидно. Ладно, пусть идут. По крайней мере, мы узнаем секрет Сенку. Блин, прикольно. Так, старик, слушай. Я в цели, братан! Катаны! У них какатаны! Эх, ладно, я сам всё сделаю. Твою копью поломалось! Кто же это сделал? Гин, сукин ты сын. Ой, братан, ты чё, наверное, нечаянно его задел? Как жалко, что вы так и не поняли, что мы подожгли вашу деревню. О, блядь, горит нахуй! И не заметили нашу курицу с факелом. Ну, ладно, мы пошли. Сиво выжить. Пацаны, чё делать? Ладно, я уведу их. Пацаны, там какой-то огрызок. Надо бежать против ветра. Так они не смогут выгонить меня пожаром. Да я пытался её остановить, но она всё равно убежала в сторону горы. Только не говорите, что ветер идёт со стороны горы. Что это такое? Да, ну всё страшно, просто ядовитый газ. Ядовитый газ? Какой аронат. Я всё это всё карачало расскажу. Да, да, вот так сначала слезь оттуда, придурок. Так, пацаны. Ща эта дилда поведёт на нас армию, которая воскрешает одной цианины из пещеры. Чё вы так смотрите на меня? Буквально? Вопросов меньше не стало. А так как порох делается из той самой жидкости, отстреливаться нам нечем. Придётся напасть на них первыми при помощи нового оружия. Опа, а чё за оружие? Изобретение современности, залог победы в войне и мечта одной дубины. Сотовые телефоны. Я так и не поймём, с чем только мы помогут эти сотовые телефоны. А, типа как, на расстоянии говорить? Ну, а кто будет нашим шпионом? Та самая дубина. Так, с чего начнём? Первое, что нам нужно будет сделать, это аппарат для изготовления сладкой ваты. Да? Вот только мы заменим сахар на расплавленное золото. Дедуль, сделай мне шестеренку? Что сделать? О, прикольная штука, даже щитка. Хаку не жалко. Казаки, слышь, иди-ка сюда, я тебе кое-что скажу. Нюх, попробуем. Чё он там такое придумал-то? Секунд через 15 узнаешь, а пока давай за работу. Из этих нитей нужно сделать золотую проволоку. И какой длины она должна быть? Ну, я бы сказал, отсюда и... ВООН до той горы! Что?! Сынку, я чуть-чуть заебался, но сделал кое-что. Ну, как тебе? А, ты какая-то ж мельница. Ты уже видел такое? Я переоборудовал вашу херь в гидроэлектростанцию. Для телефона нужен аккумулятор. Поэтому поднимайте свои задницы, идите дуть стекло. Нормально. Внутрь суем свинец и заливаем всё сернухой. Эта штука рили сохраняет электричество? Так, теперь лампочки. Лампочки готовы? Блин, интересно, слушай. Я смотрел, абсолютно интересно. А, это Новый год или... Спасибо, конечно. Ну, я чё, родитого два месяца лампочки делал? Теперь нам нужны вакуумные электронные лампы. Бамбук не выдержал такой атмосферы. Я спать. Сэн, куда не идёшь встречать Новый год? Блин, блинский Новый год через две секунды. Эээ, пацаны, у меня тут камни светятся. Камень, который светится под ультрафиолетом. Это шиелит, руда Вольфрама! Ты где его нашла? Да просто рылась в том, что принёс хром. Сценаристы вперёд! Окей, сложно махинаться с рудой. С этим электричество с водичкой бесплатный труд рабочих. Нить Вольфрама готова. Теперь нам нужно создать вакуум в лампочках при помощи... Эээ, помпы Хикмана. Если я начну рассказывать, как она работает, то мы сегодня не закончим. Так что делай давай, я пошёл делать пластик. Дальше варим дерево, выпариваем, нагреваем, вливаем медь и получаем формалин. Как моряную трупу тебе рассказать? Спасибо, не надо. Теперь гидроксид натрия и формалин смешиваем с... Нам нужен пепел из каменного угля. Мы уже несколько серий делаем эти долбаные провода. А оттупить можно. О, ништяк, Сенку, ты такой добрый. Особо не радуйся. Нам просто нужен был пепел. А вино тебе зачем? Для микрофона. Из вина? Нужны только кристаллы на крышке. Растворим их в кипятке с варёными водорослями. Вся. А что из этого микрофона? Это сигнетовый соль. Преобразует звук в электричество. Пластик готов. Провода готовы. Орала готова. Вакуумные трубки готовы. Сильнейшее оружие нового времени. Телефон готов. Да, не на такое телефоны рассчитывал. Значит, если я заговорю, в это в деревне меня услышат... Ты опять выходишь на свет мудила? Как так? Это, конечно, не катан, оно тоже прикольно. Да, словно динамик. Ну, это он и есть. Стоп, что? Откуда ты знаешь это слово? В одном из преданий говорилось, что была такая пчела. Динамик. Если воткнуть в надгробие, то можно услышать голос мертвеца. Опа! Надгробие отца. Как же я раньше этого не заметил. Это не камень, а застывший цемент, мать его! Там серебряный свёрток. Обычная фольга, снимается соляной кислотой. Это стекло? Видимо, донышко от бутылки. Динамик. Говорит при помощи иглы. Ничего не напоминает? Пластинка! Мой батя нам что-то передал, и сейчас мы это заценим. Давай, Генрун. Мой батя слышно. Алло. И с жигами бьяка на проводе. Люди, хватит орать, не слышно ж ни хрена. Сынку, ты уж там по-любому всю деревню захватил, да? Пускай заценят. Да. Вау. Я сейчас пою, но долго петь не буду. Думаю, знаешь почему? Хронометраж, мать твою. Вау. Какая рифма. Это невероятно. Сынку, раньше было много такого? Да, куча всякого говна. Я покажу вам всё это. Как только чпок на Цукасу, я оживлю всех остальных. Убить Цукасу! На самом деле она этого не говорила. Зато я говорил. Ооо, всё так оживились. Сплотить всех жителей одной лишь песней. Я смотрю, тебе хитрожопость от батя досталась. Тьф, сучка. Ладно, осталось лишь создать второй телефон и отнести его к Цукасе. Почти год прошёл. Да. Сынку, дождись! Эй, Тайджу, ты чё орёшь? Мы же шпионы. Ну-с, атакуем после зимы? Да. Потушим огонь науки. Ага, он теперь да, кто жить будет, разве что. Ну чё, пацаны, каменные войны? Ну, неплохо. Неплохо, чё я скажу. Я сказал бы, что это вот как раз конкретно не столько смешно, сколько... Так, ты этого гаршку закройте и работать. Нам ещё миллиардов вообще нас... Вот был бы у меня спид. Спид. Спид кто? Спид. А кто? После обработки дюрки с колористой водородной кислотой и уксусной тиловым фирм я получил анилим. Затем из уксуса и ракушек при помощи стернистой кислоты я извлёк кристаллическую уксусную соду, чтобы потом получить китен. Пацаны, у меня тут камни светятся. Камень, который светится под... Всем нам нужно будет перебраться в Японию, где нас будет ждать какую-то сценку. К чему эта интонация в конце? Блин, ну это прикольно. Я бы сказал, что она не столько ржом бы, но по крайней мере для меня. Оно больше именно забавно. Слушай, хотя здесь вот есть какие-то эти нарезочки. Вы дебилы, не так надо! Ну да, довольно много здесь вот таких моментов. Я надеюсь, что тебе понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии. Увидимся в следующих сериях. Пока что. На этом всё. Всем пока. До скорого. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok